Парк автобусов, курсирующих из Сыктывкара в Ильгард и обратно, пополнился тремя новыми пазиками, которые вскоре выйдут на 101-й и 174-й межмуниципальные маршруты. Количество рейсов будет увеличено, что в итоге снизит загрузку автобусов и уменьшит время их ожидания. Подробнее Алексей Корчма. Час 20 на круг, интервал 16 минут. Расписание 101-го знают, пожалуй, все жители Ильгарда. Выходят аккурат к автобусу. Смотря в какое время едешь, если у нас логопед был пол шестого, то тогда да, как раз час пик, народ едет с работы и автобусы битком. Пазики вместительные и неприхотливые в обслуживании, говорит водитель со стажем Артем Константинов. Прибавить бы им чуть комфорта и вот он, идеальный городской автобус. В час пик, хоть сколько автобусов пускается, все равно, что утром народ ездит, что вечером народ ездит на работу, с работы, это самое пиковое время. А днем-то вообще просторно. Вот сейчас я приехал с города, у меня человек, наверное, 7 было. Пассажиры перевозки Сыктывкара в Ильгарте и обратно обеспечивают двумя маршрутами, 101-м и 174-м. И вот сегодня автопарк пополнился тремя новыми автобусами. В обслуживании пазики в основном, в агрегаты очень долго служат. Вот это уже по опыту. Я на автобусах работаю на маршруте уже 20-й год. Знаю, что говорю. На одном пазике работал с новья вот 14 лет. До списания. На нем, если все вовремя обслуживаем, делаем, все, он долго ходит пазики. И теплые пазики. По соотношению цена-качество эти автобусы действительно лучший вариант, говорит индивидуальный предприниматель Оксана Рихвешвили. Каждый пазик обошелся в миллион шестьсот. В первую очередь мы работаем на качество. И необходимо иметь такие автобусы на маршрутах. Он более доступен для нас, для малого бизнеса. Это самое доступное, что я могу на данный момент себе позволить. С новым приобретением количество рейсов будет увеличено, что в итоге снизит загрузку транспорта и уменьшит время ожидания. В рамках государственного контракта перевозчик обязан обеспечить перевозки с использованием подвижного состава определенного возраста и с определенной периодичностью. Соответственно, когда подвижной состав приходит к предельному сроку эксплуатации, закупается новый подвижной состав, который выходит на маршруты. По словам перевозчика, это лишь первый этап в обновлении автопарка. До конца года планируется поставка низкопольных пазиков для маломобильных граждан, инвалидов и пассажиров с колясками.